Неубядающая Шерон Стоун в свои 66 лет продолжает очаровывать поклонников. Звезда основного инстинкта отважилась сняться топ-лес для глянца. Откровенная фотосессия появилась в сентябрьском журнале Harper's Bazaar. В нем Шерон Стоун продемонстрировала прекрасную физическую форму и вызвала восхищение у своих подписчиков. Пользователи сети по достоинству оценили смелость звезды и засыпали актрису комплиментами. Потрясающе! Шерон, ты крутая! Шерон не просто человек, а произведение искусства. Все еще горячее. Красиво и внутри, и снаружи. Шерон Стоун одна из немногих голливудских актрис, которая с возрастом не потеряла форму, не видоизменила себя пластическими операциями, не лишила свое лицо мимики из-за ботокса, а постарела очень естественно и красиво. Она сохранила свое очарование и красоту и, казалось бы, должна быть нарасхват у режиссеров для возрастных ролей в кино и сериалах. Но, к сожалению, это не так, сейчас актриса очень редко появляется на экранах, и зачастую это маленькие эпизодические роли в очень посредственных и провальных картинах. В большом кино у именитых режиссеров и громких голливудских проектах актриса не снималась уже более 20 лет. В 2020 году Шерон Стоун появилась в маленьком эпизоде сериала «Новый папа» режиссера Паала Соррентина. Выглядела она, как всегда, невероятно, в своей возрастной группе она и сейчас остается одной из самых красивых актрис Голливуда. Шерон была привлекательной и творческой с юных лет. Ее родная тетя Вонг была художницей, и девочка с удовольствием брала у нее уроки рисования. Семья Стоун жила бедно, и она рисовала картины по 20 долларов, чтобы иметь карманные деньги. Но быстро поняла, что состояние на этом она не заработает. У меня не сложилось впечатление, что я смогу выжить как художник. Мне предложили работу модели за 5000 долларов в день. Вот я и подумала, 20 баксов или 5000. Модельный бизнес привел ее в Нью-Йорк и сделал частью студии 54. Затем однажды в 1980 году она стояла в очереди на роль массовки в фильме Вуди Аллена «Воспоминания о звездной пыли» и получила молчаливую роль красотки в поезде. Прорыв Шерон Стоун произошел 10 лет спустя в научно-фантастическом фильме Пола Верховена «Вспомнить все», в главной роли которого снялся Арнольд Шварценеггер, который на то время уже был звездой. Два года спустя она снова работала с голландским режиссером над эротическим триллером «Основной инстинкт». Больше всего она гордится ролью Джинджер Маккенне в фильме Мартина Скорсезе «Казино» 1995 года, которую она сыграла вместе с Робертом Де Ниро. С тех пор ее актерская карьера не достигала таких высот. «Я была шокирована тем, что мне не удалось продолжить работать и сниматься в хорошем кино, потому что я делала все, чтобы быть как можно лучше. Я играла довольно крупных персонажей. Я стояла рядом с мужчинами, а не позади них». Мужчины, что и неудивительно, окружали такую красотку со всех сторон. И служебные романы возникали на съемках регулярно. В 1984 году Стоун вышла замуж за продюсера Майкла Гринбурга, которого встретила на съемках фильма «Война в Лс-Вегасе». Брак был недолгим, через пять лет они официально развелись. На съемках фильма «Щепка» в 1993 году Стоун встретила продюсера Уильяма Джоулей Макдональда. Ради нее он оставил свою жену, после чего обручился со Стоун. Но уже через год пара тоже рассталась. Во время работы над фильмом «Быстрый и мертвый» в 1994 году Стоун встретила Боба Вагнера, ассистента режиссера, с которым некоторое время была помолвлена, но до свадьбы дела так не дошло. 14 февраля 1998 года Стоун вышла замуж за Фила Бронштейна, вице-президента и редактора газеты «Сан-Франциско Хроникл». Стоун очень хотела детей, но не могла забеременеть. Она открыто рассказывала о многочисленных выкидышах, которые ей пришлось пережить на протяжении своей жизни. В 2022 году журналу People она сообщила «У нас женщин, нет форума, где можно было бы обсудить всю глубину этой потери. Я потеряла 9 детей из-за выкидышей. Это не мелочь, ни в физическом, ни в эмоциональном плане, но нас заставляют чувствовать, что это то, что нужно переносить в одиночку и тайно с чувством неудачи». Впервые актриса стала мамой в 2000 году, они с мужем усыновили первого ребенка, мальчика Раана. В 2001 году Шерон Стоун перенесла инсульт и кровоизлияние в мозг. Врачи сказали ей, что у нее был 1% шансов на выживание. После этого у нее начались проблемы в карьере, и ей было трудно найти работу. В личной жизни тоже все стало меняться. В 2003 году Фил Бронштейн подал на развод, в качестве причины указав непримиримые разногласия. Бракоразводный процесс был завершен в 2004 году, и опекунство над ребенком было присуждено отцу. Было решено, что их сын будет жить в основном со своим отцом в Сан-Франциско в течение учебного года. Позже Стоун попыталась оспорить это решение и хотела перевезти Раана в Лос-Анджелес, но судья отклонил ее просьбу. Тем не менее, Стоун и Раан оставались близки на протяжении всего его детства. В одном из подкастов Стоун рассказала о потере права опеки над сыном. После этих событий я попала в клинику Майя с дополнительными сокращениями в верхних и нижних камерах сердца. Это решение об опеке буквально разбило мне сердце. В 2005 году Стоун усыновила второго мальчика, Лерда Вонна Стоуна. Я годами пыталась усыновить второго ребенка с переменным успехом. Поэтому я не верила своему счастью полностью, пока он не оказался у меня на руках. А в 2006 она усыновила третьего сына, Куинна Келли Стоуна. Актриса все тому же журналу People рассказала о трудностях воспитания сыновей в одиночку. Когда вы решаете отправиться в это большое приключение, быть родителем-одиночкой, вы не знаете, каково это будет. Вы думаете, как я вообще смогу все это сделать? Это просто очень много. Даже с помощью, которую я могу себе позволить, мои волосы в душе все равно уходят в канализацию. Все это очень непросто. Усыновление троих детей полностью поменяло актрису. В одном из интервью журналу Vogue она сказала. Когда вы усыновляете, вы осознаете, что любой ребенок может быть вашим ребенком, любой человек может быть вашим родственником. После этого вы никогда больше не будете смотреть на мир прежним образом. Я поняла, что связано со всеми на этой планете. И это само по себе чудо. Актриса также рассказала, что не жалеет о том, что поставила семью выше славы. Я благодарна, что выбрала материнство и не поставила Голливуд на первое место, потому что Голливуд, конечно же, тоже не поставил меня на первое место. Сейчас Стоун вместе с тремя сыновьями проживает в большом доме в Лос-Анджелесе. Старшему сыну актрисы Роану 24 года, Лерду Вонну 19, а младшему Куину Келли 18. Роан занимается актерским мастерством. В одном из недавних постов в Инстаграм актриса поздравила сына с первым днем на съемочной площадке и написала. Первый день на съемках. Добро пожаловать в семейный бизнес, малыш. Веселись. Сама Стоун сейчас почти не снимается в кино и все свободное время проводит за рисованием. Самовыражаться на холсте она стала после одного инцидента. Однажды Шерон пришла на семейный ужин к подруге, и один из родственников посоветовал ее подруге отказаться от пиццы, поскольку, по его мнению, ей следовало похудеть и прийти в форму после родов. Этот инцидент вдохновил Стоун на создание картины под названием «Это мой сад, придурок». Моя подруга долгое время пыталась завести ребенка. Когда после стольких испытаний она наконец родила ребенка, она естественно изменилась. И тут какой-то старый белый мужчина за семейным ужином, посоветовал ей похудеть. Она была очень расстроена этим. И я подумала, что таким людям пора убираться из нашего сада. Это ужасно, что они настолько заняты попытками следить за чужой жизнью, хотя они не имеют о ней ни малейшего понятия. Активнее всего Стоун начала рисовать во время пандемии, когда подруга подарила ей книжку для рисования по номерам. Три года спустя она уже занимается живописью по целых 17 часов в день. У нее даже была персональная выставка в галереях Берлина и Сан-Франциско. На упреки, что вероятнее всего, она не получила бы места в галерее, если бы уже не была знаменитой, Стоун отвечает с юмором. «Вероятно, нет, не получила бы. Но если бы я была мертва, я была бы еще более ценна, и картины бы стоили дороже». Покупатели ее картин получат весьма большие полотна. Стоун часто работает с размахом. Она знает, что могла бы заработать большие деньги, если бы только давала галереям то, что они хотят. Джонни Депп печатает фотографии людей, закрашивает их краской, подписывает и зарабатывает состояние. А ведь и правда, некоторым не важно, насколько эти картины талантливы или ценные с точки зрения искусства, им важно, что это создала голливудская звезда. Два года назад дебютная коллекция Деппа «Друзья и герой», состоящая из 780 трафаретных отпечатков таких персонажей, как Элизабет Тейлор, Боб Дилан и Кит Ричардс, была продана примерно за 3,5 миллиона долларов. «Ко мне подходили галереи и говорили, могли бы вы, пожалуйста, сделать отпечатки своего лица и тела на картинах? Я считаю, что мой долг не делать этого. Моя работа – открыть окно для других женщин и держать его открытым». Средняя цена картин Шерон Стоун – 40 тысяч долларов. И это намного лучше, чем 20, с которых она начинала. Несмотря на все трудности, которые у нее были, Стоун продолжает воспринимать свой жизненный опыт как уроки. «Я пережила все – сексуальные домогательства, выкидыши, кровоизлияние в мозг, развод, удар молнии. У меня нет времени в этой жизни, чтобы валять дурака. Я здесь, чтобы быть здоровой и настоящей матерью, хорошим человеком и заинтересованной гражданкой. Сейчас в моей жизни очень хороший период, я счастлива». Инсульт, который она перенесла, послужил для нее вдохновением для написания автобиографии. «Когда закрывается одна дверь, мне приходится открывать другую. На данный момент моя книга продана в 22 странах». Вот так Стоун перешла от съемочной площадки к Мольберту. «Сложившаяся ситуация заставила меня взять приличные кисти и вспомнить то, что как мне казалось, я забыла. Я не рисовала почти полвека. Я не могла. Я работала 307 дней в году. Когда меня не было на съемочной площадке, я летала на пресс-конференции. Я была дома 6 дней в одном году и 9 дней в другом. Поэтому я не рисовала». Сейчас она рисует по 17 часов в день и очень быстро накопила массу работ. В ее картинах заметное место занимают змеи. «Это очень символично, змеи полностью меняют свою кожу и двигаются дальше. Способность меняться – это символ того, насколько вы умны. Сейчас мое ежедневное творчество помогает мне выбраться из-под бремени этого тревожного времени, которое мы все сейчас переживаем». Даже не верится, что такую красивую и талантливую актрису перестали снимать и не зовут сейчас ни в кино, ни в сериалы. «Мне очень нравилось работать актрисой. Если кто-то предложит мне существенную роль, я соглашусь на нее. Но пока этого не происходит. Знаете, как часто бывает в бизнесе, как только вы становитесь крупным продавцом, вас хотят привлечь к небольшим проектам, чтобы вы начали приносить прибыль людям, которые только начинают свою карьеру. Это потрясающе хитро, но я уже не об этом. Я хочу работать с мастерами, потому что я заслужила там свое место». Стоун не спешит возвращаться к съемкам на чужих условиях или в мелкие проекты начинающих режиссеров, и пока ее актерская карьера приостановлена, а она самовыражается в искусстве. «Очень важно не останавливаться и продолжать проявлять творческий подход, позволять этому крану течь, чтобы ваше искусство оставалось всегда актуальным и современным». Пишите в комментариях, какое искусство от Шерон Стоун вам ближе. Что бы вы выбрали, картины для экрана или для стен? Если вам было интересно, и вы бы хотели видеть больше историй и звездных новостей, тогда поддержите нас, поставьте лайк, подпишитесь на канал. И мы сможем сделать для вас больше.